Привет, друг! Ты на канале JoyCenters, меня зовут Джон Кармилицен. Это 37-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске немного о предстоящем Blender 2.93, создание реалистичных персонажей с MetaHuman от Epic Games, аниме 3D для генерации анимации на основе движений из видео. В одном из прошлых выпусков мы говорили о российских разработчиков Light Tracer. И вот на этот раз мы разыгрываем 3 лицензии на их реалтайм рендер. И все 3 лицензии перманентные, то есть навсегда. Условия таковы. Первое, ребят, нам нужна очень ваша помощь. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще об этом рендере? Что бы хотели внедрить? Где бы вы вообще его применили? Ну и нужна ли вам вообще такая разработка? Второе, регистрируйтесь на сайте lightracer.org, ссылочка в описании. Только указывай действующий имейл, так как именно к нему будет привязана лицензия в случае выигрыша. Ну и третье, ждите результатов, в пятницу 19 февраля подведем итоги. У победителей статус аккаунта будет переведен из стрел в перманентный. Напишите пожалуйста более развернуто, вы нам очень сильно поможете. Вкратце это рендер, который запускается в браузере. Поэтому мне очень интересно ваше мнение. Epic Games анонсировала MetaHuman Creator. С помощью этой программы сможешь создавать 3D модели персонажей в реал-тайм, но затем оживлять их с помощью настройки анимации или макапа. MetaHuman бесплатен для использования с Unreal Engine. Загрузка моделей осуществляется через Quixel Bridge. А также можно экспортировать в формате Maya, включая Mesh, скелет, лицевой риг, элементы управления анимацией и материалы. На сайте уже доступны две модели для скачивания и тестирования. Программа будет готова к тест-драйву в рамках программы раннего доступа в течение следующих нескольких месяцев. Я думаю мы обязательно ее затестим. Пока что это гораздо круче, чем Character Creator. Но вот что касается риггинга и анимации в целом пока что оставляет вопросы. На Unreal Marketplace появился новый бесплатный контент, я уже скачал. В доступе находится пак с боевой анимацией сильного врага, ну или босса в игре. Осет для создания локаций на открытых площадках городского или промышленного типа. Затем пак стилизованных персонажей со множеством вариаций частей тела, также одежды и прочего. Еще осет, содержащий модели для супермаркета, ну или же для наполнения каких-либо бытовых или технических помещений. Ну и последняя халява, коллекция деревьев, камней, травы, пней и веток. До конца февраля все материалы бесплатны. Помимо этого Epic Games выпустила короткий курс по созданию 3D-рекламы в Unreal Engine. В трехчасовом уроке представлен обзор рекламной индустрии, руководство по проектам, бесплатные материалы и советы. Ссылочка на курс в описании. Blender 2.93 вступил в стадию внесения новых функций. Релиз намечен на конец мая. Расскажем о некоторых предстоящих фишках. В интерфейсе улучшат форму курсора Transform. В Subdivision Surface расширят UV-смузинг для развертки. Grace Pencil получит режим многокадрового отображения. В Geometry Notes добавили поддержку большего количества нод, текстур, создание дупликатов и Volume Objects. Ну и еще парочка локальных дополнений. Пока что в документации очень мало информации о новых фишках. Либо их вовсе еще не добавили. Kinematic Lab выпустила Physics Pinter 2.0 для 3ds Max. Плагин предназначен для размещения объектов в сцене путем использования обычной кисти. Просто вводишь кистью и объекты распределяются естественным образом по поверхности, сталкиваясь друг с другом и окружающими предметами. Добавили поддержку силы притяжения и взрыва, а также внедрили кисть Drop Brush, которая сбрасывает объекты с высоты, а не рисует их прямо на поверхности. И в целом улучшили производительность. Уизи Lab представили обновление генератора ландшафтов Instant Terra 2.0. Разработчики переработали окно анимации. Изменили экран приветствия, который позволяет напрямую найти недавние файлы. Также добавили информацию о сроке лицензии и шаблоны для новых проектов. Еще можно задавать собственные настройки размеров для изменения ландшафта. Добавили ноду Mask from Convexity для создания выпуклых и вогнутых частей поверхности. И на этом все. Но обновления не больше. Boris FX выпустила обновление бесплатной версии Particle Illusion 2021. Программа генерирует частицы в реальном времени. Как и в коммерческой версии, которая была обновлена в прошлом году, основным изменением является возможность запускать частицы как в 2D, так и в 3D. И помимо этого добавили возможность создания путей от частиц или между ними. Включили элементы управления турбулентностью и более 20 новых предустановок частиц. Вышел K-Shot версии 10.1. Программа используется для рендеринга и анимации. Добавили обнаружение столкновений и систему физики к инструменту Move, включая естественное размещение перемещаемого объекта на других под действием силы тяжести. Включили поддержку импорта файлов USD и RINA, а также экспорт данных для AR. Для Light Manager настроили управление несколькими источниками света одновременно, делая пропорциональные корректировки всего освещения сцены. K-Shot 10.1 также улучшает использование Light Gizmo и Light Manager, вводя возможность синхронизировать изменения или отменять их. Также запустили K-Shot Portal, новую онлайн-платформу для управления лицензиями K-Shot. Ну и исправили множество ошибок. Вышло обновление Oculus Quest версии 25. Добавили окна браузера с изменяемым размером, а также ввод с помощью мыши через сопряжение Bluetooth. Функция является экспериментальной реализацией, которая со временем будет улучшаться. Еще запустили мессенджер VR, используя учетную запись в Facebook. Причем общаться с друзьями из Facebook можно даже если они не в виртуальной реальности. Один из наших подписчиков поделился интересной компанией DeepMotion, которая выпускает 4 продукта. Первый Motion Brain для создания анимации скелета с помощью искусственного интеллекта. Второй Animate 3D для генерации анимации на основе движений, взятых из видео. И в дополнение к нему SDK Real-Time Body Tracking для захвата движений в реал-тайм. Animate 3D конвертирует MP4, AVI и MOV в анимацию FBX для использования в играх и других приложениях. И четвертое SDK Virtual Reality Tracking для создания аватара в VR. Epic Games признала потенциал DeepMotion Virtual Reality Tracking для Unreal Engine и присудила Epic Mega Grants для поддержки развития этой технологии. Ну и недавно вышло обновление Animate 3D 2.4. Разработчики улучшили алгоритм отслеживания частей тела, чтобы уменьшить ошибки при анимации рук и ног. Повысили отслеживание движений вблизи земли и осуществили поддержку персонажей Dust 3D и iClone. Ссылочка на обновление в описании. Компания Wiscord, разработчик iABM, выпустила Tree Generator. С помощью этого инструмента можно создавать сотни лоу-поли деревьев. Tree Generator упрощает и ускоряет создание игр, 3D-сцен и многого другого с использованием низкополигональной графики. Деревья экспортируются в формате OBG, подходят для коммерческих проектов, и сейчас с учетом скидки в 35% программа стоит всего 7 долларов. Наткнулись на художника, который создает ассеты для Blender. В коллекции лежат как бесплатные материалы, так и платные. Например, можно бесплатно скачать процедурную радужку для глаза, который совместим с Eevee и Cycles, подходит для Blender 2.8 и выше. Еще доступен небольшой пак из трех процедурных симуляций огня, дыма и потока частиц. Есть несколько шейдеров лавы, океана и водопада, ссылочка в описании. Не так давно вышла программа Anchor Point для сортировки файлов часто используемых 3D-программ. Подходит для, ну, сам понимаешь, командной работы, так как можно отслеживать действия участников и поддерживает предварительные просмотры изображений в виде миниатюр. Программа на стадии бета-тестирования, и на сайте доступна пробная версия. Anchor Point основан на системе с открытым исходным кодом под названием Git, которая лежит в основе GitHub. Adobe выпустила Photoshop 22.2. Добавлены новые инструменты, позволяющие приглашать других участников для редакции своих проектов, загруженных в облако. По ссылочке в описании найдешь подробную инструкцию по использованию. С этим выпуском добавили возможность синхронизировать свои пресеты Photoshop, такие как кисти, градиенты, образцы, стили и прочее с Creative Cloud. И в дальнейшем работать с этими пресетами Photoshop на любом другом устройстве. И еще он получил новые параметры управления векторными фигурами, созданными с помощью инструмента Custom Shape Tool. В скором времени для C4D выйдет новый инструмент Body Solver по созданию реалистичной динамики персонажа при воздействии силы или столкновений. Body Solver, как сообщают разработчики, в 60 раз быстрее, чем просчет Soft Body. В ГУДИНИ. Мазафака. С помощью плагина можно имитировать падение, давление, растяжение и сжатие различных мягких тел. Информации о датах релиза пока нет. Известно, что плагин уже готов и сейчас идет подготовка сайта и необходимой информации для использования. Мне кажется, или Cinema 4D пытается подражать Гудини? Потому что все последующие обновления выходят именно на перекор этой программе. Но вы сами понимаете, что лучше, конечно, было бы использовать те инструменты, которые есть в Cinema 4D и просто их улучшить. Этого бы для пользователей было бы сейчас выше крыши. Спасибо, друзья, за просмотр. Участвуйте в конкурсе. Напишите, пожалуйста, развернутый комментарий. С разработчиками Light Tracer мы тесно общаемся. И сможем сделать такой продукт, который понравится именно вам. Поэтому не проходите мимо. Посмотрите также наш ролик про iPysoft, в котором мы обозреваем всю компанию и показываем, каким образом работать в софте. Спасибо, друзья, и до новых встреч.